Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать о проделанной работе по внедрению автоматизации склада на базе программного продукта Cortez. В системе Cortez реализованы все процессы для эффективной работы склада. Система легко внедряется и адаптируется под бизнес-процессы склада. Имеется ряд важных функциональных особенностей. Возможность для простой и надежной интеграции с корпоративной системой и производством. Технология штрих-кодирования. Настройка учета адресного хранения с учетом веса габаритных характеристик товара и вместимости стеллажных конструкций. Учет товара по партии, срокам годности и серийному учету. Для оценки работы системы рассмотрим склад мебельной компании Artis, расположенной в Московской области, городе Зеленоград. Компания Artis – это ведущий поставщик корпусной мебели в России. Заказчиком была поставлена задача. Наредение системы штрих-кодирования на складе с использованием терминала сбора данных. Настройка автоматического обмена между учетными системами компании и ПО Artis склад. Снижение количества ошибок и затраченного времени при подборе в заказ, тем самым сократить количество возвратов рекламации. Скажите, какова специфика склада? Склад производит отгрузку мебельной продукции для населения в розничные торговые точки. По площади склад относится к складам в средней категории. Количество палета мест у нас превышает 5000 и количество SKU у нас порядка 4000 наименований. Внедрение системы ВМС проходило довольно плавно, без стрессов. Был разработан график, которому мы соответствовали. Функционал системы вводился по определенным этапам. Тестирование, внедрение в работу, доработка, корректировка. Все проходило без срывов, очень мягко, не сказалось отрицательно на работе склада. Наше предприятие развивается, растет, увеличиваются обороты, объемы отгрузок. Ну и, соответственно, уже старые системы не позволяли работать с такой же эффективностью. Руководство предприятия приняло решение, что нам необходима система, которая работает довольно быстро, работает с большими объемами информации, работает точно. На производство поступают задания на изготовление продукции. На этапе выпуска готовая продукция упаковывается и маркируется этикетками со штрих-кодом. Сотрудники отдела технического контроля сканируют продукцию и проверяют ее на предмет качество и количество. Далее происходит приемка товара на склад готовой продукции. Для выполнения данной операции кладовщику требуется только отсканировать штрих-код товара. Программа автоматически подберет и откроет нужный документ приемки, после чего необходимо ввести количество готовой продукции по факту. По завершении автоматически формируется документ размещения и задание водителю электропогрузчика. Вся погрузочная техника оснащена монтируемыми терминалами сбора данных, на которых отображается информация по документам размещения и перемещения в режиме реального времени. После сканирования этикетки товара программа указывает, в какую ячейку склада нужно разместить товар, исходя из правил складской логистики для данной номенклатурной позиции. Кладовщику лишь остается подтвердить размещение, просканировав ячейку назначения, и разместить товар. Все документы отбора автоматически выгружаются в систему Cortez из корпоративной учетной системы на основании заказа клиента. Оператор складского комплекса сортирует документы отбора в программе Cortez по транспортному средству и порядку загрузки в машину. Комплектовщик выбирает первую очередь документ отбора. На ТСД отображаются данные о расположении и количестве товара. Программа автоматически выстраивает порядок обхода по складу, что, несомненно, сокращает время на сборку заказов. Комплектовщику нужно лишь отсканировать штрих-код ячейки, штрих-код товара и отобрать выбранную номенклатурную позицию. На складе также хранится и комплектуется фурнитура. Кладовщику требуется зайти в документ отбора и последовательно отсканировать товар в соответствии с заданием. Если отобран товар, не числящийся в заказе, то программа выдаст сообщение об ошибке. После того, как весь товар был отобран, его политируют и маркируют. Далее отвозят к воротам отгрузки. Во время отгрузки продукции со склада происходит дополнительная проверка. Для этого кладовщику требуется зайти в документ отгрузки и отсканировать весь товар поштучно или ввести количество в ручном режиме. Если по факту какой-то товар отсутствует или превышает планируемое количество, то программа заблокирует документ на завершение операции. Тем самым полностью исключается возможность пересорта при отгрузке товара клиенту. Мы решили следующие задачи. Повысили эффективность отгрузки, скорость отгрузки, точность отгрузки, минимизировали человеческий фактор, соответственно минимизировали ошибки. Регулярно проводим инвентаризацию остатков товара на складе. И с помощью этой системы мы повысили точность хранения. Быстро можем определить отклонения, привести в ситуацию на складе. В соответствии с работой системы я доволен, достаточно эффективно, проста в эксплуатации. Ей довольно легко обучить персонал, так как она строится на базе 1С. Это у нас наиболее распространенный вид программы, как бухгалтерского, так и складского учета в стране в целом. И система интуитивно, проста для понимания. И, соответственно, да, проста в управлении, проста в эксплуатации. И при этом очень надежная, очень качественная. Удобно ли работать с терминалом сбора данных? Понятен ли интерфейс программы? По нему можно посмотреть, где какая ячейка, с каким артикулем, какое количество позиции в нем находится. Благодаря этому мы можем разместить, пополнить, добавить по складу ту или иную позицию. С помощью этой программы работа пошла быстрее. Перестали задирать голову, искать артикуля. Больше не приходится ходить с листочками, замерять, смотреть, прописывать. Все можно посмотреть по компьютеру и найти все, что ей буквально нужно. Скажите, а как проходило обучение в целом? Обучение постепенно. Освоили основу самой программы буквально за неделю. Меньше ли стало возвратов, каких-нибудь ошибок, связанных с работами сотрудников? Меньше, так как данные позиции находятся по своим местам, как бы ошибиться очень тяжело.